Всем привет! В этом видео поговорим о том, что известно о создании госкорпорации Ростех национального гелиофизического комплекса. Холдинг Швабе, входящий в госкорпорацию Ростех, реализует один из самых масштабных в современной истории проектов Российской Академии Наук. Создание национального гелиофизического комплекса в Иркутской области, в селе Тураль. Именно здесь находится крупнейший 256-ти антенный сибирский солнечный радиотелескоп. Благодаря ему российские ученые наблюдают солнечную активность и все процессы, происходящие в околоземном космическом пространстве. Проект гелиофизического комплекса приобрел статус проекта полного инновационного цикла. Гелиофизический комплекс станет учреждением мирового уровня. Он включит в себя 7 уникальных объектов. Радиогелиограф в Тонскинской долине у поселка Бадары, набор оптических инструментов, лидар и комплекс радаров на Малом море, крупный солнечный телескоп на территории Саянской солнечной обсерватории, нагреванный стенд под Адгарском и Центр обработки данных в Иркутске. Благодаря новому гелиофизическому комплексу станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе. Также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу. Комплекс позволит исследовать физику и структуру верхней атмосферы Земли. Это поможет сделать более надежной, работая систем радиосвязи и радиолокаций. Национальный гелиофизический комплекс поможет развить целый ряд направлений фундаментальной науки. Общая стоимость проекта превысит 17 миллиардов рублей. В его состав будут также входить система радаров, мезо-стратосферный дальномер оптического диапазона с диаметром главного зеркала более 2,5 метров, спектр графа, фото, фотометра и центра управления. Строительные работы на объектах в Бодарах и Торах уже начались. Правда, из-за того, что часть комплектующих для уникального оборудования попала под санкции, срок ввода в строй объектов несколько сдвинулся. Однако ученые Института солнечно-земной физики готовы пойти на компромисс. Есть предложения, которые изучаются и будут установлены в качестве альтернативы, предусмотренные первоначальным проектом. В декабре 2020 года в Бурятии было завершено строительство первого важного объекта – оптические инструменты для национального географического комплекса. На новом оборудовании наши ученые будут изучать верхние слои атмосферы Земли, их изменения под действием внутренних и внешних факторов, геомагнитных бурь, крупномасштабных метеорологических возмущений, полетов космических аппаратов. А до конца 2021 года планируется создать и второй важный объект – радиотелескоп. Весь проект планируют реализовать до 2027 года.